Приветствую себя дорогой зритель на канале Пару Киныч. Сегодня речь пойдет о фильме «Запретная зона» 2012 года. Событие разворачивается в городе-призраке Припять, который был домом для рабочих, обслуживающих Чернобыльскую электростанцию. В 1986 году город пострадал от радиации в результате ядерной катастрофы. Группа друзей, американцы Натали, ее жених Крис, его старший Брэд Пол, уже некоторое время живущие в Киеве и Аманда, путешествующие на каникулах по Украине. Решила отправиться в экстремальное путешествие по Припяти, взяв в гиды бывшего военного Юрия. Вместе с ними едут еще двое туристов, Майк и Зоуи. Когда группа добирается до первого КПП, Юрию неожиданно запрещают проезд. Не волнуйтесь, есть еще не один въезд в Припяти. Он решает попасть в зону отчуждения по проселочной дороге, разыгрывая ребят по пути. Во время пребывания в городе группа успевает сделать несколько фотографий и столкнуться с медведем на заброшенной многоэтажке. Тогда же Юрий замечает угли от недавнего костра, но разбросав угли ногой, ничего не говорит остальным. К вечеру, когда наступает время ехать обратно, Юрий замечает, что кто-то перегрыз высоковольтные провода на его УАЗе. Из-за чего машина не заводится. Он пытается вызвать подмогу по рации, но ничего не выходит. Ребята остаются в машине на ночь. Когда на улицах Припяти стемнело, ребята начинают слышать непонятный шум поблизости. Аманде этот звук напоминает плачь младенцу. Юрий достает пистолет и собирается осмотреть место. А, на хрена тебе пистолет? Вы должны быть счастливы, что он есть. Крис идет вместе с Юрием. После того, как парни ушли на достаточно далекое расстояние, до группы доносятся выстрелы. Пол бежит им на помощь. Фургон возвращается только с братом, у которого сильно повреждена нога. Так как Крис находится в состоянии шока, он сообщает лишь, что их там сотни. И что они утащили Юрия. Оказывая помощь пострадавшему, ребята ночуют в фургоне. Ночью фургон атакуют собаки. На них могут пробиться внутрь и отступают. На утро Пол, Майк и Аманда идут на поиски Юрия, оставив в фургоне Криса, его невесту Натали и Зоуи. По следам крови они добираются до заброшенного здания и на кухне находят растерзанный труп Юрия. Пол обнаруживает на струпе дозиметр и магазин от пистолета, но не сам пистолет. Внезапно они слышат, что кто-то к ним идет. Парни успевают выбежать из помещения через другую дверь, а Аманда прячется за столами. Она замечает, что напугавшее их человекообразное существо пожирает Юрия. Под одним из столов она находит пистолет и успевает сбежать в ту же дверь, что и парни. Зомби замечают ее и начинают преследовать. Ребята запирают дверь, стреляют сквозь нее и убегают. Прибежав к машине, Пол и его команда начинают собираться и уходить. Юрий Мёв, айти быстрее! Здесь нельзя оставаться! Он не может идти! Нельзя здесь оставаться! До КПП нужно идти 20 километров. Аманда замечает, что на одной из ее фотографий запечатлена человекообразная фигура в одном из окон домов, но не говорит об этом. Так как Крис не может идти, он и его невеста остаются в фургоне. Остальные пытаются дойти до КПП пешком и позвать на помощь. По дороге они набредают на стоянку зараженного автотранспорта. Хоть одна заведется? Нет, малыш, аккумуляторы давно сели. Можно поискать провода. Проверьте машины. Вперед! Самое странное в ней прострелянный изнутри троллейбус, в котором, видно, прятался военный. Пол находит окровавленный кусок ткани от военной формы на разбитом стекле, неисправный автомат и пустой магазин от него. Ребята находят нужные детали к двигателю и собираются возвращаться, но за ними устремляются собаки. Давай, Зови! В итоге ребята приходят уже ночью, и, что самое удивительное, их фургона нет, а на его месте лишь оторванное сиденье. Фургон обнаруживается за углом, перевернутый со следами крови. Также осталась камера с видеозаписью, на которой видно, что на Крис и Натали напала группа зомби, перевернула их в фургон и вытащила их с собой. Ребята в панике ночью начинают поиски своих друзей. Они попадают в подземелье, похожее на бомбоубежище или секретную лабораторию. Там они встречают находящуюся в шоке Натали, а затем подвергаются нападению зомби. Один за другим погибают Натали, Майка и Зои. Найти Криса так и не удалось. Остаются лишь двое, Аманда и Пол. Бродя в поисках выхода по подземельям, они проходят через помещение реактора, получив огромную дозу радиации и радиоактивные ожоги. Их встречают военные около 4-го энергоблока ЧАЭС. Так как ослепший от радиации, Пол идет на военных, не реагируя на их приказы остановиться. Его убивают. Прошу! Нет! Аманду увозят какие-то люди в халатах и респираторах, попутно задавая вопросы. Аманда рассказывает, что никто не знает о том, где она, а ее друзья погибли. Переговариваясь между собой, доктора в халатах обсуждают, все ли сбежавшие пациенты, жертвы Чернобыльской аварии пойманы, и что девушку нельзя отпускать, раз она видела их. Аманду запирают в темной комнате, где оказываются те самые жертвы, преследовавшие ребят в Припяти. Они набрасываются на девушку. Спасибо вам, что посмотрели этот ролик до конца. Не забудьте сделать подписочку, нажать лайк и оставить свой комментарий.